Так выглядит акт, который будут заполнять по итогам выхода межведомственной мобильной группы. В нее войдут специалисты центра занятости, сотрудники администрации города-курорта, полицейские, а также, в зависимости от задач, представители других ведомств. Будут ходить мобильные группы по выявлению неформальной занятости. В случае выявления граждан, работающих неофициально, не оформивших трудовой договор, будут даны рекомендации с нашей стороны, чтобы трудовой договор был заключен. Будут проводиться уроки правовой грамотности для граждан и работодателей. Ну а если договоры не будут заключаться, там уже будет предусмотрена система штрафов. Для индивидуальных предпринимателей штраф за каждого работника без договора до 10 тысяч рублей, для предприятий до 100 тысяч рублей. Это при первом нарушении. При повторном суммы значительно возрастают. В Анапе и сельских округах работодатели предпочитают сразу же приводить документы в порядок. По данным службы занятости, в минувшем году в муниципалитете удалось защитить права порядка полутора тысяч человек. Примерно столько же официально стали предпринимателями. Задача государственная. Об этом говорит президент. Он сказал об этом в своем послании. Мы все понимаем, что это доходы, которые нам обеспечат и развитие социальных программ, развитие вопросов благоустройства и других вопросов, которые мы сегодня решаем в рамках местного значения по 131-му федеральному закону. Поэтому эта задача очень важная. Много работы здесь предстоит как в сельских округах, потому что там тоже есть и гаражная, и другие виды деятельности, которые не учтены в городе, в самом городе Анапа. Это прежде всего санаторно-курортный комплекс, торговая деятельность. Вместе с тем, с начала этого года вступили в силу изменения в трудовой кодекс. Если раньше инспекция по труду имела право вмешиваться только по конкретному, уже выявленному факту, то сегодня проверять можно при одних лишь признаках использования серых схем. В отдельных случаях достаточно просто сопоставить разные формы отчетности. На совещании дали понять, что варианты уже есть, и выход состоится в ближайшее время. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.